Здравствуйте, меня зовут Ирина Витальевна Стефановская, я фитотерапевт, и мы ведем беседы о паразитах или о глистах, кому как нравится. И мы остановились на том, что бычья цепень, как правило, бывает один, но приносит нам большие неприятности, и нам надо как-то его изгнать. Так вот, у плотена был дан такой совет, очень интересный, и я его даже хочу вам озвучить, но так как я это вижу. Значит, чтобы растворить кишечную слизь, в которой обычно и находится вот этот солитёр, предлагалось есть квашеную капусту в больших количествах. Вот, но в наше время, тот, кто не может капусту есть, я-то предлагала принимать лимоны или с хреном, или с чесноком. Они тоже хорошо работают. Вот, и примерно вот есть эту капусту нужно было за неделю до изгнания паразита. Вот, во время изгнания паразита применяли что? Тыквенные семечки. Ну, сейчас многие люди знают, что тыквенные семечки реально работают. Вот, и я даже хочу рассказать один пример про молодую женщину. Ей было тогда 26 лет, это было в начале 2000-х годов. Она ко мне обратилась с тем, что у неё год нет месячных. Они просто прекратились. Вот, и у меня, естественно, была аппаратура, на которой я заподозрила, что у неё какие-то ленточные глисты. Вот, и предложила ей попринимать тыквенные семечки. И встретились мы с ней где-то через два года после первого обращения. Так вот, что она мне рассказала? Я говорю, ну, как ваши дела? С чем вы ко мне приходили? Она говорит, ну, вот не было месячных. Я говорю, а что делали? Ну, вы посоветовали мне тыквенные семечки. И я их ела. Я говорю, долго ели? Ну, вот, как вы сказали, там, неделю перед, ну, где-то вместо ужина по стакану она сама очищала эти семечки и ела. Вот, ела она их неделю. И после этого у неё начался выход паразитов. Ну, я так думаю, что это был не бычий цепень, это был свиной цепень, но мы об этом тоже поговорим. Но неважно. Вышло у неё 26 тогда солитёров, и после этого через неделю у неё, даже не через неделю, а через месяц, у неё начались месячные. Ещё через месяц она забеременела. Я говорю, да вы что, а кто у нас родился? Она говорит, девочка. Я говорю, и сколько ей сейчас? Два года. Но это был где-то 2005-2006 год. И вот только у Рогоза, помните, я вам немножко сказала об изменении крови, да, вот была написана диссертация, у него написано о том, что ленточные глисты поглощают большое количество фолиевой кислоты, поглощают магний и витамины группы В, В6, В12. То, что должно идти на рождение собственных наших детей, идёт на пополнение вот этих вот членников, вот этих цепней. Представляете, насколько это всё серьёзно? Так что вот такой реальный случай был. И вот этой весной ко мне приезжал, когда я была в Санкт-Петербурге, молодой человек, ну как молодой человек, для меня молодой, 40 лет где-то. Он сейчас живёт на Кипре. У них своё хозяйство. Они разводят и косы, вроде как там, или они берут продукцию у местных фермеров. И он стал себя плохо чувствовать. Температура поднялась, не поймя от чего, ему здесь, в Москве, поставили диагноз Эпштейна-Бар. То есть, вирус, который вызывает хроническую усталость. Когда ко мне обратился, обнаружили вооружённый, вот этот невооружённый бычий цепень. И когда я с ним стала разговаривать, его стала спрашивать, а вы вспомните, раньше у вас были боли в животе или какие-то неприятности? Он говорит, вы знаете, да, было, но это было лет 20 назад. У меня так сильно заболел живот, вот просто как будто бы там всё кишело у меня. И потом я побежал на горшок, и вышла как большая змея вот такая вот. Вот это вот был, видимо, что-то человек съел, то, что не понравилось нашему одинокому солитёру, и у него этот вышел. Но, видимо, что-то осталось, или может вновь какое-то заражение произошло. И я ему тоже посоветовала, вот то, что я советую вам и всем. Тыквенные семечки, обязательно хлеб со трубями должен быть, обязательно нужно иметь бруснику. Если вы сами не собираетесь, значит, нужно купить даже замороженную бруснику и варить из неё компот. Компот варится, значит, это тоже у платена я нашла, варится компот, но он там, естественно, не говорит пропорцию. Но я так понимаю, что нужно брать грамм 300 брусники, вскипятить в небольшом количестве ваты и добавить туда сахар, и добавить туда 300 грамм очищенных вот этих тыквенных семечек. Тыквенные семечки можно добавлять по-разному и применять их по-разному. Если касается компота, то я считаю, что нужно туда добавить грамм 300 вот этих очищенных семечек, когда уже сварится сама брусника, мы добавляем очищенные семечки, варим минут 5, не больше, и оставляем этот компот до остывания. И пьют его в прохладном виде, не в горячем. И более того, советы были такие, что если вы сварили компот, то можно есть из этого компота и сами ягоды, и сами сваренные тыквенные семечки. И вот это всё имеет очень хороший эффект. И ещё один рецепт. Он очень простой, но я надеюсь, что может тоже кому-то, кто-то возьмёт это на вооружение. Так вот, очень хорошо помогала селёдочка. Если на ночь селёдочку, да ещё запить молоком. Вот это ленточные глисты точно не любят. Поэтому самый простой рецепт. На ночь съесть кусочек селёдочки и запить стаканчиком молока. Лучше это делать при полнолуне или когда луна убывает. С вами была Ирина Витальевна Стефановская. Встретимся на канале Умноход. Ирина Витальевна Стефановская.